Всем привет! Продолжаем рассматривать картины, скульптуры художников Бартоломео Аманатти «Земля. Около 1560 года. Мрамор». Фигура из музея Барджелло, олицетворяющая землю, первоначально предназначалась Бартоломео Атти для Зала Большого Совета в Палаце Векию. Затем украсила фонтан в парке виллы Протолина. Талантливый ученик Якопа Сансавина, он совершенствовал мастерство также у Батча Бандинелли. Аманатти стал одним из самых востребованных воятелей во Флоренции. Аллегорию он изображает в традиционной трактовке как мать-землю. Фигура устойчива в своем благородном спокойствии, при том, что творец представил ее в легком движении. В музее она установлена между двумя полулежащими мужскими изваяниями, олицетворяющими небесную и водную стихию. Следует сказать, что в последние годы жизни Аманатти стал глубоко религиозным и осуждал собственные ранние изображения обнаженной натуры. Вот такое описание нашел в интернете к работе Партоломео Аманатти «Земля». Пока-пока, до свидания. Я пользовался текстом «Великий музей мира». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok